Новая модель от OpenAI привлекает к себе внимание уже хотя бы потому, что она новая. В анонсах O1 отмечали ее улучшенные способности к рассуждению и решению сложных задач, в особенности из областей науки, математики и программирования. Грубо говоря, нейросеть научилась думать. Давайте посмотрим. Чем новая модель отличается от предыдущих версий? Самое главное — это скорость, точность и способность размышлять. Но что значит, что ИИ может размышлять? Это означает, что модель способна выполнять сложные многошаговые задачи, а не просто выдавать готовый ответ. Она учится распознавать, какие слова и фразы обычно следуют за другими, чтобы создавать осмысленные ответы. Когда ты задаешь вопрос или вводишь текст, модель использует свои знания, чтобы угадывать, какое слово или фраза должны быть следующими. Она способна пошагово объяснить ход своих рассуждений и показывает это нам. Всю цепочку рассуждений, учитывая ассоциации, связи и общий контекст. И в некоторых моментах это даже немного настораживает. Давайте разберем на примерах. Возьмем математическую задачу. Мы видим полную логику ее решения. А если нажать вверху чата, можно увидеть, как модель пришла к такому решению. Говорят, что она стала еще быстрее. Совместим два пункта и дадим ей простенькое уравнение, сформулированное как вопрос. Быстрый и пошаговый ответ. Чуть усложним задачу, но пока останемся в математике. 7 секунд и прописанное решение. Но интереснее становится не в задачах, а в вопросах, требующих развернутого ответа. Попробуем из области физики. В итоге мы получаем очень подробный и структурированный ответ. А также можем посмотреть его логику. Но это слишком много букв. Попросим объяснить все то же самое, но как первокласснику. Учитывая тот объем знаний, который есть у ребенка. 5 секунд и описание стало другим. И посмотрим, как модель к этому пришла. Создатели говорят, что O1 стала еще более точной в написании кода. Просто закинем задачу, чтобы посмотреть результат. Модель справилась и даже объяснила свое решение. Это же бездушные машины, говорят скептики. Разве они могут творить, создавать? Попробуем творческое задание. Получился такой небольшой рассказ. Думаю, если попросить его написать книгу и помочь с сюжетом, тоже справится. А скорость ответа действительно высокая. Еще момент. Рассуждение и этические аспекты. Именно рассуждение. Задаем вопрос. И вот ответ на него занимает порядочно времени по сравнению с другими запросами. Во-первых, мы получили подробный и объективный ответ с указанием всех плюсов и минусов. А во-вторых, вот что модель изучила за эти 15 секунд. Применила критический подход и учла этические дилеммы. К еще одной фишке O1 относит ее способность запоминать контекст разговора. Если мы вернемся к ранее обсужденной теме, она будет помнить ключевые моменты. Напомним ему про математическую задачу. Без проблем. И про такую чувствительную тему, как ядерный реактор. Вспомнил, и вот что еще учел. Конфиденциальность и запрещенный контент. Сразу как вышла новая модель, был тест, сколько букв в слове «стробери». И модель не смогла посчитать. Вот наглядный пример того, как она развивается. Может посчитать и в русском языке, и в английском. А самое интересное для себя я оставил на финал. Я взял вопрос из квиза, который требовал четких знаний и анализа данных. Чтобы понять разницу, дал его обычному чату GPT. Вроде простой вопрос, но тут же надо не просто найти информацию в интернете, а сопоставить все. И провал. Героев ты нашел, а вот сравнить не вышло. А теперь тот же вопрос, только для Оу-1. Молчу, следим за рассуждениями. Стоит говорить, что ответ правильный. Хотя Оу-1 демонстрирует значительный прогресс в области искусственного интеллекта, но пока она все же экспериментальна. А это ограничивает ее некоторые функции. В любом случае, следить за развитием будет очень интересно. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков. Теплица социальных технологий. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...